Настоятель нашего Оптинского подворья в Москве в Ясне, отец Угуманевский Сидент. Об особенностях эпистолярного наследия преподобного Амросия к старцу Оптинского. Дмитрий Фольерский, автор Эльницкого руководства по эпистолярному искусству, пишет. Ведь каждый, кто пишет письмо, дает почти что изображение своей души. В наш 21 век электронные видосвязи удобные, мобильные, практичные. Спору нет. Нажав клавишу на экране, твой привет умчался и уже через мгновение открывается на другом таком же мониторе. Дабы мы избавлены от многих дней ожиданий, переписки или ответа, а то недель. Но кто сказал, что это тягостные ожидания? Жаль, что эпистолярный жанр почти умирает. Никто никогда не сможет издать полную переписку двух людей 21 века. А роман или книга в смсках или электронных письмах уже как-то смешно. Современный публицист Андрей Деснецкий пишет, что мы потеряли, перейдя к виртуальному общению. Сетевое общение лишено интонацией, взглядов, жестов. При таком общении обмениваются краткими репликами, выстрелами. Иногда как из пулемета, звучащими очень резко. Не то что личная или телефонная беседа. Не говоря уже о письмах. Какой смысл придавали письма великие отцы церкви? Мы видим, читая письма святителя Василия Великого. Он пишет. «Всегда велики и многочисленны дары Владыки нашего. И величие их неизмеримо, и множество неисчислимо. А для приемлющих милости, благосознательно одним из величайших даров есть этот настоящий. А именно, что нам, которые всего более разделены между собой местоположением, дан случай сблизиться друг с другом посредством переписки. И два способа даровал он нам узнать друг друга. Один через личные свидания, а другой через письменные отношения. И в другом письме святитель Василий пишет. «Всякий день, в который есть ко мне письмо от твоего Бога чести, для меня праздник и самый великий из праздников». Преподобный Армуросий, духовная переписка требовала и от старства большой внутренней работы. Как сформулировать кратко и сжато основные вопросы? Как отобрать главные из множества волнующих вопросов? И преподобный Армуросий сформулировал суть духовной переписки, когда она уже превышала всякие размеры. Он сформулировал так. «Я нахожу, что для моей немощи будет сноснее и для вас самих лучше, чтобы вы писали мне не так часто, но дельнее. Довольно с вас будет в две недели писать мне по одному письму. А в другое время записывайте, что нужно, и потом, прочитавши свои записки, сообразите сами, что нужнее, то и пишите мне в две недели раз, покороче да подельнее. А то, что ваших писем накопляется много, в каждом письме много разных описываний, что вы, когда чувствуете и помешляете, все это собирать и соображать, и на все отвечать не имею решительно ни сил, ни времени. А когда будете писать пореже, покороче да поосновательнее, тогда, повторяю, и для меня будет легче, и для вас лучше. Письма ваши должны состоять в двух главных предметах. Переносить покаяние, в чем по немощи придется погрешить, против заповедей Божьих, или опустить из должного правила. Второе, спрашивать, что нужно. Разумеется, кроме этих двух предметов, могут быть некоторые добавления. Только пощадите меня от описывания различных ощущений духовных и различных размышлений, которые ежедневно изменяются, как на дворе погоды. Переписка со своими учениками воспринимали собственными старцами, как часть пастырского служения. И в собрании писем мы можем встретить уникальную лето перед человеческой душей, так как многие адресаты пользовались наставлением старцев в течение почти всей своей жизни. И основной заслугой оптинских старцев было то, что они открывали ход духовной жизни для многих людей. В предисловии к собранию, письм Амврось Оптинского в 909 году протерей Сергий Четырюков писал, читая, еще до прославления, читая и перечитывая письма оптинского старца и расхимонах Амвроси, общество увидит, что православное русское монашество, которое обвиняет в упадке, в утрате своего древнего духа, пока еще не перестало быть верным себе. В Амвросии живет и действует тот же самый дух, перед которым мы благоговейно склоняемся в лице Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Зосима и Саватия Соловецких, и который еще так недавно проявился в лице преподобного Серафима Саровского. И наш современный старец отец Иоанн Кистянкин, когда обращались к ним оптинские братья, он говорил, читайте письма преподобных оптинских старцев, «В них вы найдете ответы на все свои вопросы». И краткое поучение преподобного Амвросия Септинского, которому он так и странятно блистал, именно в такой стихотворной форме, потому что детей с маленького возраста, когда начинают что-то читать, им начинают, конечно, читать стихи, как особые, как кратко запоминающиеся истины. Преподобный Амвросий писал о крайностях. «Сестра, милитона, держись среднего тона, возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко, а ты, милитона, держись среднего тона, вся наша жизнь в крайностях». И оптинские старцы писали, «Крайности, края бесовские, ничего сверх». Исаак Сирин, «Все красит меры». И писал также еще «Сестра, не будь пестра, не будь востра, а будь смирна, и будешь мирна». И вот дальше преподобный продолжает, особенно когда к нему приходили женщины, которые жаловались на своих мужей, что они такие-сякие, потому что именно женщины, большей части, всем недовольны по своей жизни, потому что она очень такая эмоциональное существо, потому что она была создана из ребра Адама, а ребро, как известно, находится около сердца, а сердце – это чувствительное, мысительное части. Вот она, так сказать, все время переживает, женщина. И преподобный Осий говорил таким женщинам, «Не то беды, когда во ржи лебеды, а вот то беды, когда ни ржи, ни лебеды». Плохенький, но зато есть, так сказать. Вот. И избавлял людей таким образом от крайности и говорил, что вот как вот люди, из-за того, что они воспринимают все в крайности, как они вредят своей собственной жизни. Говорит, жил мужик. И его так замучила нужда, но тогда не было, так сказать, не социальных пособий, пенсии не было, хоть маленькие, так сказать, это сейчас, но все-таки есть там 5000 каких-то. А тогда ничего-то не было, это только дети заботились о своих родителях. И вот он, значит, нужда, пошел в лес хворостину, ставить саму рассказы, от хвороста набирать. Набрал хвороста, несет домой, там дети ждут, так сказать, это и голодный, и холодный, и голодный. Сел на пень, положил хворост, и вдруг, как многие сейчас в старости, порой люди так размышляют, побыстрее бы сдохнуть. Вдруг открывает глаза, говорит, старец Аносий, рядом смерть стоит. Он спрашивает, а ты кто? Я? Смерть твоя. А ты что, что ты здесь делаешь-то? Ты меня кликал? Вот я и пришла. Аааа, задумался мужик. Да, говорит, точно, кликал. Может быть, это хворост поможешь поднести? И как ни тяжела бывает, жизнь, говорит, старец преподобный, Амросий Оптинский, но по сравнению со смертью, все это терпимо, так сказать, поэтому не надо впадать в крайности. И еще, мы слышим такие часто выражения преподобного Амросия Оптинского, которые очень часто транслируют. Где просто там ангелов сто, а где мудрено, там ни одного. И необразованные люди очень себе, так сказать, находят такую лазейку, которые говорят, вот преподобный Амросий учил простоте, то есть, неученности и необразованности. Совершенно не так, и совершенно неверно. Он учил в простоте и искренности в отношениях, потому что всегда сам ратовал за учение, потому что он вспомнил слова апостола Павел, который говорил, вникай в себя и в учение, поступай так, занимайся этим постоянно, поступай так, спасешь себя и слушающих тебя. И один из наших современных протереев говорит, попоконно уже Георгий Фроловский, говорил, все последователи Христовы назывались не иначе, как учениками. И если ты не хочешь учиться, то ты и не последователь Христов. Не для тебя писалось Евангелие, не для тебя приходили апостолы, я не знаю, кто ты, только знаю, что ты не христианин, если ты не хочешь научаться. А наш один оптинский брат сказал такой, так сказать, такой афоризм. Мы знаем такую поговорку, свято место пусто не бывает, но если человек не вникает в учение, то он подпадает последующую поговорку, пусто, место, свято не бывает. И вот об этой простоте есть две крайности, когда люди не читают преподобного Маврой Сокинска об этой простоте. И другие читают два примера двух крайностей, когда нету в человеческих отношениях, нет откровенности, открытости и общительности. Приехала духовная чада, когда я здесь был много лет, лет 20 назад, она была на рождественские праздники, садится в машину, уезжает в Москву, и я чувствую, что ее надо как-то поддержать, потому что у нее слезы на глазах, не хочется расставаться с обителю, о которой говорил Павел Флоренский, что это санаторий для многих израненных душ. Она садится в машину, я хлопаю дверью, петемка хлопну дверью, ей говорю, радость наша. Хлопает дверью, машина уезжает, я переезжаю в командировку, переезжаю в Москву, мама спрашивает, а что ты сказал Александре? Я знаю, что ты этого не мог сказать, но вот что ты ей сказал, она целый месяц плачет. А что я сказал? Она мне позвонила и сказала, когда ты ее провожал, то ты сказал, ты не наша. Спрашивается, чего было целый месяц, целый месяц, можно было по телефону позвонить и спросить. И другой случай откровенности. Пасха, все уставшие, у нас служат на Панаоптинском подворье, служат и приходские священники, у которых много детей, у которых надо содержать семьи. и вот по Пасхали, по Пасхе, после службы подхожу, после обеда подхожу к батюшкам и даю небольшой, небольшой конвертик и шутливо говорю, лепта вдовицы. Знаете, что это такое, да? Лепта вдовицы. Лепта вдовицы. Батюшки благодарят, ходят в карман, улыбаются, подхожу к другому, даю и говорю, лепта вдовицы. Смотрю, он не улыбается, а наоборот, только напрягся. Я про себя думаю, вот это да. Еще не посмотрел, сколько, уже недоволен. И вдруг батюшка мне говорит, а говорит откровенно, как другу, несмотря на то, что я настоятель, так сказать, и вроде бы как-то, так сказать, вот, а совершенно откровенно говорит, батюшка, а что вы сказали? Я говорю, лепта вдовицы. Он, ну слава тебе, Господи. А ты что, отец, что послушалась? Да подавись ты. И вот это откровение сняло всякое, поэтому надо пользоваться, иметь память при наставлении преподобного Амросия старца Оптинского, о котором, и об Оптиной пустыне один из наших знаменитых поэтов сказал, не отбивайся от Оптиной, не отбивайся от Оптиной, скольких она сделала и скольких еще сделает небожителями. Всем вам, от всей души, молитвы, оптинских старцев, и желаю небесной жизни. Аминь. С праздником! Благодарю за внимание. Аминь. Спасибо. Аминь. 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 Продолжение следует...